А сегодня с регионом знакомилась команда всероссийского газового автопробега Санкт-Петербург-Мирный. Все автомобили участников работают на метании и практически не загрязняют окружающую среду. Легковушки автобуса-грузовик. Колонна небольшая, но представлены все типы городского транспорта. Они разные по форме и близкие по сути. Их моторы работают на метании. Вот это редуктор, да? Вот это редуктор. Он также в форсунке подключен. Да, да, да. Какие-то особенности есть? На бензине прогреваешь, а потом переключаешься. Автопробег соединит 36 городов. Новокузнецк участник федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Внедрение транспорта, работающего на природном газе, один из приоритетов работы. Буквально там к концу года, да, по городу поедут новые автобусы, которые будут работать на комплимированном газе. Будет городской электрический транспорт и будет транспорт, который будет работать на газу. Сейчас около 40% работают на газу. В городе 5 газовых заправок. В планах открыть еще 2 участники пробега отметили, что в Кузбассе на душу населения их больше, чем в европейской части страны. Но удобств для клиентов на них недостаточно. А вот к региональным дорогам вопросов нет. Приятно порадовали. У вас дороги, особенно вот мы ехали из Новосибирска до Новокузнецка, очень хорошие. Цель пробега – это популяризация метана, потом расчет некой экономики. Подготовка материалов для того, чтобы понять, какие ресурсы сейчас есть в стране. Надо полезно, выгодно покупать эти машины. Это есть некая специальная миссия. Использование метана снижает транспортные расходы в три раза. В половину выбросы углекислого газа по азоту на 90% по сравнению с дизелем. Сажа и сера отсутствуют полностью. В 9 раз по расчетам специалистов можно снизить загрязнение городского воздуха в целом, если перевести городской транспорт на газ комплексно. Максим Кутурнов, Дмитрий Камарских. Вести Кузбасс. Новокузнецк. Новокузнецк.